Всем привет друзья! Сейчас наверное мало кто помнит, что Уралвагонзавод когда-то выпускал не только вагоны и танки, но и строительную технику, экскаваторы и мини-погрузчики. Пик производства строительных машин пришелся на 2000-е годы, когда в стране был строительный бомб. Причина, по которой Уралвагонзавод взялся за освоение новой непрофильной продукции, была вполне очевидна. В 90-е годы российское предприятие оборонной промышленности, оставшись без госзаказов в массовом порядке, взялись за конверсию производства. Кто-то начал выпускать кастрюли, кто-то электрочайники, а кто-то технику посерьезнее. В тот период на Уралвагонзаводе практически к нулю был сведен оборонный заказ. Спрос на железнодорожную технику также стремительно падал. Чтобы не дать погибнуть городообразующему предприятию, было решено производить строительную технику. В 1991 году началось освоение мини-погрузчиков с бортовым поворотом ПУМ-500 грузоподъемностью 500 килограмм. На рубеже 1992-1993 года завод приступил к производству гусеничных экскаваторов ЭО-5126 эксплуатационной массы 32 тонны, а в 1994 колесных ЭО-33211 эксплуатационной массы 18 тонн. Оба экскаватора комплектовались ярославскими двигателями ЭО-5126 ЕМЗ-238, ЭО-33211 ЕМЗ-236. Что с погрузчиками, что с экскаваторами. На Уралвагонзаводе решили не изобретать велосипед, а начали их выпуск в партнерстве с другими предприятиями. На тот момент ПУМа выпускал завод Пневмостроймашина, а экскаваторы ЭО-5126 и ЭО-33211 – Воронежский экскаваторный завод. Завод Пневмостроймашина предоставил Уралвагонзаводу конструкторскую документацию на ПУМ-500, а также поставлял гидравлику. В свою очередь за это получал из Нижнего Тагила металлоконструкции погрузчика. Похожая ситуация была и с Воронежем. УВЗ получил от экскаваторного завода документацию взамен на поставку ему редукторов поворота и хода, а также стрел других металлоконструкций и рабочего оборудования. В ходе производства конструкторская служба Уралвагонзавода дорабатывала конструкции этих машин, а также разработала новые модели мини-погрузчиков и экскаваторов. В первой половине 2000-х годов был создан экскаватор-планировщик ЭТ-1. Эта 22-тонная машина состояла из силовой части и поворотной платформы серийного экскаватора ЭО-33211 и телескопической поворотной стрелы. Увы, в серию этот экскаватор не пошел. Тогда же у колесного экскаватора появилась коммунальная модификация ЭО-33211К. При помощи этой машины можно было раскопать котлован, при повреждении магистрали откачать воду и заварить поврежденную трубу. Для этого конструкторы УВЗ оснастили стандартный ЭО-33211 насосом с комплектом рукавов и сварочным аппаратом. Все дополнительное оборудование сумели компактно разместить в задней части поворотной платформы под капотом. В 2004 году нижне-тагильские конструкторы разработали облегченную модель гусеничного экскаватора ЭО-4126 эксплуатационной массой 28,5 тонн. В этом же году вышла партия из восьми машин ЭО-4126, а в следующем году сделали еще два экскаватора, однако до серийного производства дело так и не дошло. Во второй половине двухтысячных годов был создан гусеничный экскаватор ЭО-41211 массой 23 тонны, оснащенной двигателем Дойц мощностью 170 лошадиных сил. В серию эта машина также не пошла. Еще в планах УВЗ также была скраповая машина для металлообрабатывающих предприятий, базирующаяся на колесном шасси, оборудованной подъемной кабиной и длинной стрелой, специальной конструкции. Несмотря на все перспективные разработки, в серийном производстве были только две базовых модели экскаваторов – гусеничный ЭО-5126 и колесный ЭО-33211. Единично выпускалась коммунальная модификация ЭО-33211 АК. Расцвет экскаваторного производства на Уралвагонзаводе пришелся на 2000-е годы. За этот период предприятие выпустило 70% экскаваторов с начала выпуска. От ежегодного объема в 200-300 машин в начале 2000-х к середине десятилетия завод вышел на годовое производство в 450 экскаваторов. В период 90-х и в начале 2000-х годов в структуре производства УВЗ преобладали гусеничные экскаваторы, однако начиная с 2004 года доли выпуска гусеничной и колесной техники почти выровнялись. Например, в 2002 году на колесный пришлось 24% производства, а в 2004 уже 47%. В 2008 году с началом экономического кризиса в стране завод сбавил темпы и изготовил 385 экскаваторов, а в 2009 году вовсе заморозил производство строительно-дорожной техники. В течение последующих нескольких лет УВЗ собирает единичное количество машин, вероятно из-за имеющегося задела комплектующих. По части мини-погрузчиков основной моделью был Пум-500. До середины 2000-х годов УВЗ ежегодно выпускал по 500 таких машин. Однако во второй половине десятилетия объемы стали резко снижаться, дадя в 2008 году до 110 единиц. В дальнейшем выпуск упал до единичного и в первой половине десятых годов был полностью прекращен. В процессе производства погрузчики Пум-500 модернизировались, в частности взамен отечественного дизеля Д-120 стал устанавливаться немецкий ХАЦ, что позволило улучшить потребительские качества машины. Помимо Пум-500 завод выпустил партию около 300 штук погрузчиков Пум-800 и Пум-1000 грузоподъемностью 800 килограмм и однотонна. Также завод разработал новые модели мини-погрузчиков Пум-600 грузоподъемностью 600 килограмм и Пум-1250 грузоподъемностью 1250 килограмм. В этих машинах был улучшен дизайн эргономика и гидравлика, на них предусматривалось применение как отечественных моторов и гидросистем, так и импортных. Затем появились еще две версии грузоподъемности 600 килограмм, ПМК-6 колесная и ПМГ-6 гусеничная, в серию перечисленные машины не пошли. После прекращения в конце нулевых производства строительно-дорожной техники, во второй половине десятых годов УВЗ намеревался вернуться к этой тематике. Было объявлено о планах начать в 2017 году выпуск новых моделей экскаваторов, колесного ЭО-33222А массой 19 тонн и гусеничного ЭО-41211А массой 23 тонны. Обе машины оснащались новым ярославским рядным четырехцилиндровым дизелем ЕМЗ-534 и современной гидросистемой. Многие узлы этих экскаваторов имели высокую степень унификации. В тот же период УВЗ представил мини-экскаватор ЭО-1121 массой полторы тонны. На нем применялся двигатель Кубота и импортная гидравлика. Увы, планы по возобновлению на Уралвагонзаводе производства строительно-дорожной техники так и не были реализованы. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока!